Приветствую, дорогие друзья и гости подписчиков моего канала. Давайте посмотрим расклад на тему «Что уйдет, что придет, чем дело закончится». Расклад будет на три варианта. Загадывать здесь ничего не надо. Что уйдет, что придет, чем дело закончится. Спасибо всем огромное за теплые слова, комментарии. Ну, а с кем не резонирует? Или что-то получается не так, да? Ну, значит, расклад был не ваш. Раскладов множество, множество торологов. Но все равно где-то вы видите, услышите нужную вам подсказку. Это однозначно. Нужный вам совет. Я уже говорила, что даже одно слово может помочь. Так, что уйдет, что придет, чем дело закончится. Что уйдет, что придет и чем дело закончится. Итак, давайте смотреть, что уйдет из вашей жизни. Так, смотрим. Смотрите, ситуация уйдет из вашей жизни, где вам пришлось бороться за свою удачу, за свою любовь. Получать какие-то знания, возможно, делать чистки, уходить от трудностей. Смотрите, тройка мечей, пятерка мечей, четверка мечей. Три карты. Три карты. Состояние вашей борьбы. Возможно, вмешивались третьи лица. Вот за все, что у вас как бы, да, вроде есть благополучие. И к колесу судьбы. Здесь вам, конечно, помогала судьба выходить вот из этого состояния мечевых. Видите, везде сидят люди в таком раздумье, в одиночестве, с тяжестью на сердце, на душе. Здесь вам приходилось отстаивать, отстаивать свое. Возможно, здесь и третьи лица какие-то вмешивали, смешали вам. Кто-то здесь делал, возможно, чистки. Возвращал себе свои. Или, знаете, как здесь, может, была борьба за какие-то свои блага, даже за свою любовь, за какие-то отношения. Да, видите, тучи, крыса и кольцо. Это, скорее всего, касалось семейных ус. Вмешивание. Три мыши, три крысы, тут неважно. Тучи. Вот эта ситуация была из-за каких-то ваших недоброжелателей. Вот она, эта ситуация, она уйдет. Или уже уходит, или уже ушла. Задали вопрос, что уйдет. Слава богу, здесь вот этот период, вы знаете, как здесь отвоевали что-то свое, он заканчивается и уходит. Благодаря вашим каким-то знаниям, что придет. Ну, знаете, здесь еще продолжится какой-то период противостояния, но он уже, вы уже здесь знаете себе цены. Вы уже императрица, королева Пентакли, вы какой-то прошли тяжелый путь. Вот эта развилка, она уже как бы... Ну, у вас уже не будет стоять вопрос, как вам идти, как вам двигаться. Здесь вы начнете уже получать какие-то подарки от жизни. Вы будете чувствовать себя победителем. Видите, восьмерка жезлов вот здесь показывает, что вам дары несут. Вы сидите, вам несут дары. То есть вам начнется возвращаться то, что принадлежит вам. Вы видите, по рыцарю мечей, вы как отвоевали какое-то третье лицо. Оно еще будет, будут отголоски, будут. Но вы уже, как бы знаете, вы уже становитесь твердо на свои ноги. На свои ноги. Потому что императрица и рядом еще королева Пентакли, это уже, если смотрит женщина, то это женщина, знающая уже себе цену, которой очень много чего подвластно. А отголоски, вот по пятерке кубков, вот они еще, отголоски, конечно, они еще будут. Но здесь вы знаете, что если надо, что-то вы уже отрежете, знаете, как отечете. Вы уже рыцарь мечей. То есть вы уже будете отсекать от себя. Кто-то будет продолжать еще как-то чиститься. Может себя, может близкого человека. Да, раз там показывали вмешивание этих крыс. Вмешивание третьих лиц. Здесь вы уже просто знаете, как вам действовать, как себя вести. Карта очень хорошая. И вас показывает уже настолько сильным человеком, как бы, ну уж, которому, в принципе, не страшно ничего в этой жизни. Давайте посмотрим, чем дело закончится. Ну, смотрите, по этим трем картам корабль, книга, солнце. Вы, увы, свой путь открываете к солнцу, благодаря своим же опять знаниям. Чем дело закончится? Сейчас будем смотреть, что здесь. Да, видите, вот, все, вы уже стоите со своим жезлом. Тушь жезлов, двойка жезлов. Вы тут человек вот прям огненный уже, то есть солнце. Вы здесь уже, знаете, стихия, здесь полностью стихия огня. Вот, как бы, не подходи. То, ну, не сожгу, конечно. Ну, вот, что-то вот в этом духе. То есть здесь у вас начнут люди, даже те, кто с каким вы соперничали, начнут вас не то, что побаиваться, но будут обходить стороной. Не знаете, вот эта вот женщина, королева мечей, да, которая вот действительно, может быть, она и была виной этому. Вы узнаете по книге, вы узнаете, что она находится в какой-то не очень приятной ситуации. Возможно, это у вас была женщина, соперница, кто-то еще, да, кто-то из родственников. Ну, здесь третье лицо, кто угодно. Мечевая королева, женщина, которая может взять то, что ей хотела взять, то, что ей не принадлежит. Вы узнаете, что она, как она, знаете, как попала, вот видите, десятка жезлов, она попала как в тупик своих же, деяний своих же дел, мысли, тупиковая ситуация будет у нее. А у вас, ну, вы идете к солнцу, вы движетесь и двигаетесь сейчас уже в правильном направлении. Сейчас я посмотрю, это королева мечей. Да, видите, известие. То, что какая-то тайна, она вам откроется. Видите, по луне какая-то она, это лиса, может быть, не видно, сейчас я сюда положу карты. Все, что она делала, дело в тайне. Лиса, змея, хитрая женщина, злостная женщина. Возможно, это было из семьи и из-за мужчины. Либо семья, либо какие-то рабочие моменты. Мужчина, как общество, это может быть работа. Вот эта женщина оказывается в какой-то тупиковой ситуации. Вы об этом узнаете. Вот этим и закончится. Человек с вами был нехороший, окружала в вашем окружении. Это, возможно, женщина из-за вашего мужчины попали в такую ситуацию. Теподает еще одно солнце. Ну, все, что было тайное, все какие-то сплетни, все разговоры. Вы как выжигаете два солнца. Понимаете, это все уйдет само собой. Все ваши змеи, вот эти все вот, вот это все, вот эта вот мыша, все это, кто вам делал, ну, все, значит, как огнем выжгется. И вы пойдете все равно в свой новый путь. Давайте я возьму совет вам. Сейчас я возьму метафорические карты. Возьму вам совет. не эти. А вот эти мы карты возьму. Очень хорошие карты, они очень помогают в трудных ситуациях. И если я делаю, то это делаю не только для вас, но делаю такие расклады и для себя. сейчас мы возьмем совет и посмотрим, что они нам скажут. Так, смотрим. Совет. Сила любви. Любовь, главное, выбирающая сила жизни. Жизнь подобна огромному потоку, распространяющей во все стороны разом. Невозможно жить всем, что он несет. Кто отдается этому крутящемуся хаосу жизненных содержаний может растратить и погубить себя. Необходимо убирать. Главное, беречь его, ценить и совершенствовать. Помогает в этом сила любви. Она позволяет видеть лучшее в потоке жизни и избрать его из жития. Сила любви очищает ваши мысли, чувства, наполняя их сокровенным содержанием. Сила любви плохо тут видно, все хорошо, но видно тут не очень. Смягчает жесткие сердца и исцеляет отношения. Сила любви закрывает нам чужую душу для верного общения, свободного лжи и этого зла. Пусть умножается сила любви в вашей душе. Позвольте себе слушать свое сердце и питать его любовью. Ну вот здесь в принципе вот наверное вот эта любовь вам здесь и поможет, потому что солнце это и есть любовь, да? Солнце, свет это и есть проявление любви. Вы наконец-то обретете какое-то свое, свои знания, свой путь, несмотря на каких-то людей, которые вам противостоят. ну вот такой вот был расклад что-то с голосом, позвольте себе слушать свое сердце и питать его любовью. Сила в любви, с этим я тут полностью согласна. Ну, всего вам доброго до следующих видео на моем канале. Еще раз спасибо вам огромное за все те слова, которые обращены в мой адрес. Всем любви, здоровья, счастья и удачи.